Добрый день! Снова с вами я, Виктор, и я вам сегодня покажу маленькую часть пустыни Иудея, въезд которого находится со стороны Мертвого моря. Мертвое море мы можем видеть на заднем фоне, а также соседей, Иордания. Место, которое мы посетим с вами сегодня, находится в Иудейской пустыне, а называется оно Митсукейдаргот. Не все воспринимают пустыню как место отдыха. Для кого-то пустыня это просто сумасшедшая жара, раскаленный песок, колючки и просто отнимающий время отдых. В общем, любой отдых на любителя. Эта пустыня, в отличие от других, каменная, а не песчаная. Ее барханы не имеют свойства передвигаться с места на место с помощью ветра. Но пылить она умеет? Израильтянам это не понаслышке известно. А начнем с короткого объяснения во время подъема на машине. Это важно видеть и знать перед началом поездок в подобные места. Если ехать с севера страны или из Иерусалима по 90-й трассе, то перед блокпостом нужно свернуть направо и продолжить по асфальтной размеченной дороге до самого верха. Узнаем у солдат на блокпосту, открыто место для посещения или нет, так как недавние дожди могли повлиять на нашу поездку. Все в порядке, все открыто. Поехали дальше. После обильных дождей мы можем видеть сошедшую на проезжую часть сель с камнями. Скорость на такой дороге неуместна. Ни на подъеме, ни во время спуска. Подъем происходит в самой нижней точке на земном шаре. Имеется в виду, где есть цивилизация. Это с высоты приблизительно минус 420 метров ниже уровня моря и на высоту до 100 метров над уровнем моря. Привет, жирафы! Какие хорошие! Кушайте травку зеленую, да? Также мы знаем, вода камень точит. И вот несколько отколовшихся камней на обочине. Надеюсь, знаки себя оправдают, и мы увидим верблюдов. И вот мы поднялись уже почти на 400 метров. А что это там за хомяк чихает? Нарисовано, что ли? Эта обзорная площадка называется Митспе Аэфис. Она находится на нулевой точке уровня моря. То есть это уровень моря. Вся эта красота сделана природой. Я не понял, а кто-то там хихикает? Вот она, настоящая романтика. Проснуться с видом на мертвое море, к палатке, машина рядом, столик, мангал. Эх, любовь. Сумасшедший запах воздуха, пение птиц. Судя по звуку, мы можем понимать, что здесь очень много туристов и много людей. вот такая смотровая площадка, на которой люди располагаются прямо где хотят, как хотят. На асфальте. на капотах машин. Ну вот, наконец-то встретились и первые подснежники в перемешку с прошлогодней петрушкой. Ну или мать и мачехой. А может это хризантемы или кувшинки. Я не разбираюсь. Я все-таки не ботаник. Ну просто когда это все ходили тычинки и пестики в балке учить, я ломал себе руку, падая во врах старзанки. То есть я и здесь своей стихией. Охраняемая территория пустыни считается заповедной зоной Израиля. В этом сможем убедиться уже въезжая в нее. На въезде получим краткий инструктаж, брошюру со всеми маршрутами данной местности. Запишут номер вашей машины, номера телефонов, по которым с вами можно связаться, в случае если вы не выйдете до определенного времени. Лимит пребывания в пустыне зависит от времени года. Рекомендуется выехать до наступления темноты. Посещение заповедника бесплатное. Ну вот мы и добрались в пустыню. Знаки мы уже видели с верблюдами. Постараемся сейчас найти верблюдов. Пустыня большая. Тишина здесь гробовая. Слышно каждую муку. Мы видим, что до сих пор есть весенний цвет, что не каждый день увидишь. Это буквально, может быть, не больше месяцев в году. Пусть будет купить. Пусть будет купить. Пусть будет купить пустыню. Пусть будет купить сюда. Пойди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, сделка и состоялась Поснимать верблюдов и фотографироваться с ними Нам стоило две сигареты собрания Пол пачки печенья и две бутылки питья Израильские верблюды только однокорбы Но тяжело все-таки два носить Тут мы сориентировались, как говорится Бери побольше, кидай подальше А пока летит, отдыхай Некоторые участки дорог обозначают Выложенными параллельно камнями Так как хоть что-то должно указывать Куда и где можно проехать Ну вот мы с вами и добрались Еще к одному горному каньону Перед нами табличка, предупрежающая об опасности Близко нельзя подходить Высота около 400 метров Сильные порывы ветра у краев скал Могут вывести человека из равновесия Такие ветра используются в парапланиризме Это можно увидеть в одном из обзоров на канале ютуба Канал называется YoGoGo Не забываем подписываться И получаем вовремя самые новые обзоры об Израиле Если обойти или объехать русло этого притока То можно увидеть его и с другой стороны Постаравшись, это можно сделать в течение одного дня По пути также будет большое количество красот Но это не в этом обзоре Путешествия такого рода для тех, кто хочет отключиться от городской жизни Ну или просто для тех, кто любит природную красоту А я вам желаю посетить подобные места Включая это в такое же время года Февраль-март И своими глазами посмотреть на эти красоты Не думаю, что увиденное можно пересказать в устной форме И выразить все эмоции Хотя эмоции, если приукрасить Можно и слезу выдавить Вода На одного человека 3-4 литра Чтобы хватило на весь день Не меньше Лишнюю воду привезете обратно Ну или поможете тем, у кого она закончилась Или кому-то поплохело С такими случаями сталкивался лично Я не понял, а мы что здесь не одни? Одежда Желательно с длинным рукавом Очень удобная в жару льняная Шорты или брюки свободны для широких шагов Если собираетесь не просто походить по тропинкам Ну и конечно же, лучше светлую У кого чувствительная к солнцу кожа Не стесняйтесь использовать защитные крема Если вы забыли их дома То попади к этому месту Откуда бы вы не ехали Будут места, где их можно найти в любом ассортименте Дневные крема, ночные, вечерние Крем для снятия крема Крем после снятия крема кремом Крем для висков, для век, для третьего подбородка Крем с кремовым наполнителем Крем защитный Крем от которого нужно защищаться Крем для ногтей, от ногтей, из-под ногтей Для мозжечка, шобжишни-ни Крем от морщин Для мужчин, от мужчин Для настоящих мужчин Крем от сглаза В общем, я всех уже не упомню Семейная жизнь Познакомилась со многими видами семейства кремовых Интересен также тот факт Что по руслу этой реки, находящейся внизу Которая называется Дорга Можно пройти как по отдельному туристическому маршруту Можно пройти как сверху вниз, так и наоборот Это отдельным обзором можно увидеть на канале YouTube Название канала Йоу-Гоу-Гоу Не буду давать вам неправильный перевод названия реки Дорга Дорга это на иврите Хоть я знаю несколько значений этого слова Возможно одно из них и правильное Но не буду ломать вам сложившийся стереотип О моих знаниях в области крематологии Ну вот Не зря человека называют разумным Вот сразу догадался Что гораздо быстрее спуститься без парашюта Это сколько адреналина должно быть в одном человеке Вау А на белой платформе, на которой находится женщина Однажды видел палатку Отказываю скомментировать Наверное непередаваемые ощущения Цветет пустыня после дождливой недели Но эти дни очень быстро заканчиваются И очень скоро весь цвет превратится в выгоревшие колючки Сегодня плюс 22 градуса И не пылинки в воздухе Даже земля еще мокрая Как мы видим Горы, скалы Не прощают ошибок Несколько могил сорвавшихся вниз По разным причинам Напоминают о мощи природы Некоторые пересыхающие водопады Используются для снепплинга Снепплинг Спуск со скал по веревкам Да, это экстремальность Спорт Который очень популярен в Израиле Но это отдельным обзором И это вы можете найти на канале Йоу Гоу Гоу на Ютубе Обувь лучше всего одевать С протекторной подошвой Так как каменная пустыня Это не проспект Здесь на шпильках ни-ни О, опять подснежники Не советую гонять по каменистой пустыне на машине Можно разорвать покрышку Которую придется обвинять на запаску Если она готова к использованию А если придется вызывать буксир Боюсь предположить Сколько это будет стоить Я вам не желаю знать этих цен Практически ко всем обзорам прилагается геолокация места Также выложены фотографии с геолокациями На Google+, ссылка на которые находится На основном фотоканала Йоу Гоу Гоу Смогли доехать только до лужи Да-да-да Пустыня и лужи Неделя дождей Дает о себе знать А объездных дорог нет Ну вот и вода пригодилась Чем-то ведь нужно мыть лобовик А то рациональных вариантов с водой немного Вот так вот просто и беззаботно Всей семьей на отдыхе Батюшки, прям целое озеро Ловите момент, пока цветет пустыня До встречи в новых обзорах Батюшки, прям целое 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 Продолжение следует...